Доброго времени суток, дорогие зрители! Сегодня я продолжу разговор о хиромантии, и мы с вами обратимся к линии богатства и знаком денег на руке. Столкнувшись с финансовыми трудностями, мы часто говорим «Не жили богато, нечего и начинать». В который раз, услышав эту известную поговорку, я задумался над вопросом «А почему нечего? Не является ли поговорка своеобразным заклинанием, произнося которое мы заранее обрекаем себя на бедную, безденежную жизнь? Ведь быть богатым – это прежде всего ощущать себя таковым при любом количестве денег». Давайте представим такую ситуацию. Судьба заложила в вас потенциал, реализовав который, можно обрести богатство, а вы постоянно отвердите себе «Не жили богато, нечего и начинать». Тем самым блокируете возможность открыться получению денежного потока. Часто люди сами не хотят что-то предпринимать, чтобы изменить жизнь к лучшему, а иногда просто бояться неудач. И опять же возникает вопрос «А как же определить, уготовано ли мне судьбой стать богатым? Может быть, действительно начинать и не стоит?» Ответ, как вы уже догадываетесь, мы будем искать на наших ладонях при помощи гадания по руке. В чем нам и поможет хиромантия? Познать самого себя, узнать будущее и прошлое по руке можно, научившись читать линии. Знаки на ладонях – это и есть хиромантия. Линия богатства, денежный треугольник и другие знаки благополучия – весь этот набор маркеров на ладони вместе или по отдельности предрекают нам богатство. Давайте подробнее поговорим о знаках богатства на ладони. Линия богатства – понятие абстрактное. Сразу отмечу, что как таково ее не существует, но есть несколько неких особенностей на ладони, указывающих на возможные обстоятельства, которые приведут к потоку денег в вашу жизнь. Как правило, это направление главных линий и ответвлений от них, а также различные знаки на этих линиях. Обратимся к одной из главных линий хиромантии – линии жизни. И если она глубокая, это говорит о том, что ее владелец уже достиг определенных успехов. Потенциал разбогатеть у него определенно есть. Также о многочисленных успехах в жизни говорят направленные четко вверх ответвления – в сторону пальцев. Веточка, направленная вверх в самом начале этой линии, означает необычайную уверенность в себе. Об умении человека принимать взвешенные решения подскажет нам такое расположение линий, при котором линия жизни не сливается с линией головы, а проходит на расстоянии нескольких миллиметров. Все эти качества присущи успешным людям. А они иногда умеют делать большие деньги. Большое значение для определения потенциала разбогатеть играет линия судьбы. Эта линия очень коварна. На протяжении жизни она может появляться и исчезать, а у многих ее нет вовсе. Но если вы обнаружили эту линию на своей руке, это может означать следующее. Именно сейчас в вашей жизни происходят судьбоносные события, определяющие дальнейшую судьбу. Если линия судьбы глубокая и прямая, вы тот человек, который умеет ставить цели и неуклонно идет к их достижению. Именно это качество определяет состоятельных людей, которые сумели самостоятельно достичь финансовой независимости. Поэтому наличие линий на руке само по себе говорит о большом потенциале разбогатеть. У человека, обреченного на успех, линия судьбы обязательно должна располагаться на расстоянии от линии жизни. Начинаться с лунного бугра, быть четкой, пересекаться с сердечной линией, а концом упереться в холм Юпитера или Сатурна. Бугор под указательным или средним пальцем соответственно. Все эти особенности говорят о внутренней силе человека, которую он умеет аккумулировать для достижения максимального финансового результата. Он профессионал своего дела, имеет высокий социальный статус и достаток. По крайней мере, у него есть все для получения вышеперечисленных достижений. Разносторонние способности, таланты человека нередко помогают ему добиться успеха и материального благополучия. На это укажет двойная или даже тройная линия судьбы. Когда она начинается в одной точке с линии жизни, успех придет благодаря исключительно личным достижениям, заслугам человека. Вилка на ее конце означает благополучную, богатую старость. Если в один прекрасный день вы обнаружили исчезновение линии судьбы, будьте готовы к тому, что вы потеряете свою цель, а вместе с ней и деньги. Это может также значить потерю денежной работы. Тоненькие ответвления от линии судьбы или жизни, направленные на бугор Меркурия под мизинцем или на бугор Юпитера под указательным пальцем, нередко называют черпачками богатства. Причем, чем четче и глубже эти линии, тем больше богатства и денег придет в вашу жизнь. Когда веточка приходит к бугуру Сатурна под средним пальцем, желанные деньги вы сможете обрести только с помощью упорного, тяжелого, однообразного труда. Когда веточка приходит к Аполлону, бугор под безымянным пальцем. Денежки потекут рекой благодаря раскрытию способностей и таланта человека. Веточка упирается в Меркурий, получите сверхприбыль в коммерции или при помощи науки. Признаки богатства есть и на линии ума. Линия, отходящая от нее к указательному пальцу, говорит об уверенности в своих силах, что приводит к достижению поставленной цели, в том числе и достижения материального благополучия, стабильности. Если веточка устремлена к мизинцу, человек преуспевает в рискованных финансовых операциях. Когда она четкая, можно судить о явно выраженной предпринимательской, коммерческой жилке ее обладателя. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Имеются знаки и на линии сердца. Знак, похожий на вилку, направленную своими концами к указательному пальцу, определяет высокий социальный статус человека. Люди такого положения сами по себе бедными быть не могут. Ответвления вверх также являются положительным фактором, влияющим на достаток. Так называемый денежный треугольник хиромантия описывает как один из мощных знаков для определения богатства. Искать мы его будем в самом центре ладони. Фигуру в виде треугольника образуют линии головы и судьбы, пересекающиеся между собой и дополнительная линия, которая замыкает треугольник. Он должен быть явным, неразмытым, замкнутым. По его размеру можно судить о количестве денег. Конечно, чем больше размер, тем больше состояние. Когда такой знак появляется на обеих руках сразу, то богатство в вашей жизни просто неизбежно. Треугольник в треугольнике является отличным знаком успешного инвестора. Давайте рассмотрим ситуацию, когда треугольник сформирован из линии головы и судьбы, но не замкнут дополнительной линией. Такое соотношение линий может означать лишь одно. Ваши денежки постепенно уплывают от вас, они не приумножаются и в конце концов их можно лишиться вовсе. И если вдруг, рассматривая руку богатого человека, вы не обнаружите вышеуказанных маркеров богатства, то не стоит пугаться, так как существует еще несколько знаков богатства и денег на руке, указывающих на потенциал жить безбедной жизнью. Обязательно присмотритесь к пальцам. Это самые подвижные части рук, которые в первую очередь реагируют на сигналы нашего мозга. Именно поэтому они несут много информации о характере, мыслях и эмоциях человека. Взгляните на мизинец. Здесь играет роль его размер. Обладатель длинного мизинца, длина которого достигает первого сустава безымянного пальца, то есть практически до его ногтевой пластины, умеет делать деньги практически из всего, к чему прикоснется. Это очень благоприятный денежный знак. Чем меньше палец Меркурия, тем меньше шансы на большой заработок. Если мизинец необычно маленький и даже не доходит до первого сустава пальца Аполлона, это и того хуже. У этого человека нет врожденной коммерческой хватки. Он не умеет разглядеть выгоду, не видит возможностей, часто ведет бизнес себе в убыток, либо тратит намного больше, чем зарабатывает. Если внимательнее присмотреться к буру Меркурия, то там можно найти некоторые денежные знаки. Короткие вертикальные черточки по ним говорят о постоянных денежных поступлениях, причем чем линия четче, тем больше доход. Еще один прием, позволяющий понять, как человек умеет распоряжаться и приумножать свои деньги, это сомкнутые пальцы рук. Если между пальцами остаются просветы или щели, деньги утекают сквозь пальцы. Вы не умеете правильно распорядиться своими деньгами, поэтому они у вас не задерживаются. И наоборот, если пальцы плотно сомкнуты, не образуя щелей, вы прекрасный финансист, который и без должного образования грамотно распоряжается средствами, умеет их не только копить, но и приумножать. Звезда – это несколько перекрещенных линий, сама по себе очень хороший знак, указывающий на богатство человека, где бы она ни находилась. Если вы обнаружили ее на бугре Юпитера под указательным пальцем, это хорошее предупреждение удовлетворенного чистолюбия, знак почести, счастливой любви, предназначение к великим делам, неожиданное благополучие, богатство. Получение наследства или выигрыш в лотерее – это легкие деньги, о которых мечтает каждый человек. Неожиданно разбогатеть, не прилагая никаких усилий, практически невозможно. Но, однако, шанс есть. И его тоже можно обнаружить по ладошке. Для этого обратим внимание на линию жизни. Легкие деньги – это один или несколько треугольников, которые обращены вершинами к большому пальцу, а основанием для них является сама линия жизни. Если эту линию разбить по датам, то можно определить, в каком возрасте на вас свалится неожиданное богатство. Такие знаки также могут свидетельствовать о выгодном замужестве или женитьбе. Небольшая, но четкая линия между безымянным пальцем и мизинцем указывает на наследство. Эти знаки встречаются крайне редко. Если вы обладатель такого знака, то вам несказанно повезло. Вы – баловин судьбы. В вашей жизни есть легкие деньги. Постарайтесь воспользоваться подарком судьбы разумно. Во избежание ошибок хироманты внимательно изучают опи руки и все несоответствия, так как именно это помогает дать правильный прогноз о судьбе, подсказать, как действовать дальше. Если осмотрев обе ладони, вы обнаружили, что линии в целом не отличаются, это свидетельствует о том, что ваша жизнь соответствует той программе, которая в вас заложена. Скорее всего, у вас отличная интуиция. Неведомый голос свыше всегда указывает вам верный путь. В заключении хочется сказать, что богатство, прежде чем появиться в реальной жизни, зарождается в тонких планах нашего сознания. Прочной нитью связано проявление душевного богатства с богатствами материального мира. Формируйте образы и мысли в правильном направлении. Ощущайте себя богатым, действуйте, даже если вы не нашли знаков, указывающих на богатство. Соблюдая эти правила, в скором времени вы увидите заветные знаки на своей ладони. И помните, жить богато стоит начинать в любое время, ведь возможности человека безграничны. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok